Я вам расскажу, если предыдущие две лекции, первая была посвящена скорее методике, какой-то айтрекингу, и более детальному взгляду на эту методику конкретную, историю ее, вторая была лекция скорее по клинике, правильно я говорю, то моя лекция будет про нейроэкономику и нейромаркетинг. Это два таких очень модных слова сейчас в определенных кругах, одно из которых означает науку о принятии решений, в том числе экономических, о том, как наш мозг принимает то или иное решение, как это связано с структурой, функцией, со связью функциональной мозга и так далее. То есть это скорее такая теоретическая наука, которая гораздо более фундаментальна, чем ее подраздел нейромаркетинг. Нейромаркетинг — это такая область, которая использует наработки в том числе нейроэкономики, поведенческой психологии, какие-то, опять же, выкладки профессиональных маркетологов для того, чтобы упростить жизнь, как ни странно, маркетологам. То есть чтобы продать продукт, сделать рекламу более эффективной, ролик более запоминающимся, чтобы человеку въелось, запомнилось этот лейбл, марка, который прям клеймом войдет в сознание и запомнится очень надолго, чтобы человек понял, что, где, когда и за сколько можно купить. И почему надо купить именно это? То есть это повышение эффективности продаж, то или иное. Это выстраивание, например, магазина, в котором приятно находиться, комфортный, с приятной музыкой, с приятным запахом, с чистыми полами, с цветами, которые не режут вам глаза. Это все маленькие штучки нейромаркетинга. То есть когда приходят дизайнеры, и опять же, это все используется в том числе в изобилити-лабораториях, всякие нейрофизиологические маленькие примочки используются для того, чтобы сделать ваше программное обеспечение, которому здесь гораздо более комфортно. Все крупные игроки на этом рынке, будь то Microsoft, будь то Apple, они так или иначе пользуются этим. Собственно, я. Я магистр биологии Петербургского университета, и сейчас я аспирант в высшей школе экономики. Вкратце я интересуюсь энцефалографией, я об этом расскажу, принятием решений, как ни странно, нейроэкономикой как следствием, интерфейс мозг-компьютера, потому что это интересно, прикольно, и там очень много нелишенных и нетривиальных задач, и нейроимиджингом. Нейроимиджинг — это фактически то, как мы можем посмотреть на мозг, при этом не срезая с него череп. То есть как мы можем судить о функциональных и структурных особенностях мозга, при этом не ставить острых экспериментов и не мучая людей или животных. Соответственно, я представляю здесь Центр нейроэкономики и когнитивных исследований высшей школы экономики, и слева это Кучулев Василий Андреевич, руководитель нашего департамента, и Штакова Николаевна, директор Центра и мой непосредственный научный руководитель. Я уже про это рассказал. Нейроэкономика — это междисциплинарное исследование направления в науке, на пересечении всего, чего только можно. Мозг. Вот 800-1000 грамм, условно говоря, жира и воды в нашей голове, они позволяют нам использовать массу информации, они позволяют нам выживать, они позволяют нам продолжать свой род, позволяют принять решения, позволяют выполнять любые действия, на которые мы способны. Соответственно, но за это он просит почти 1,5 энергии. Это очень энергоемкий, по сравнению со всем, что с остальными органами в теле, в покое, орган. Он потребляет очень много кислорода, очень много глюкозы. Он работает на глюкозе, как на бензине. Нет глюкозы, все, он отключается моментально, очень быстро. Нет кислорода — то же самое. Он не запасает никаких питательных веществ. Любое нарушение поставки, оно моментально приводит к нарушению работы. Но при этом мозг весьма экономичен относительно того, что мы имеем сейчас. Никакой компьютер не может пока что опередить эти распределенные вычисления, которые очень быстро происходят в мозгу. Я буду делать достаточно много всяких упрощений, чтобы не влезть в детали и не запутать вас. Соответственно, когда меня спрашивают, а какие зоны мозга участвуют в принятии решений, вот их много. Это миндальная, орбитофронтальная кора, медиамидиальная, префронтальная, гиппокам, поликунец, латеральная, префронтальная кора, фронтальная кора, цингулярная, извилина. А реализовать все эти решения позволяют нам моторные, речевые области мозга и так далее. То есть в принятии решений участвует огромное количество зон. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из многочисленных экспериментов на экономические игры, на игры на взаимодействие социальные и так далее, которые дают нам функциональную карту работы мозга. Соответственно, на этот мозг обрушивается масса информации. Это зрительная информация. Так, живи. Зрительная – это звук, это запахи всякие, это вкус, это прикосновения. Все это обрушивается на человека, но мы почти ничего не осознаем фактически. То есть фокус нашего внимания достаточно узкий. Но решения при этом принимаются не только сознательно. На вот эти наши, казалось бы, сознательные решения огромный эффект оказывает опыт, накопленный ранее. Мы его не осознаем. Вот как Николай опять же говорил, возможно, опыт, накопленный нам еще в пятилетний период, он просто выстреливает неосознаваемо в каких-то, условно говоря, внезапных озарениях, внезапных решениях, которые кажутся нам естественными. Тем не менее, как нам вообще посмотреть на мозг, как мы можем на него посмотреть? Есть несколько методик, которые позволяют не, как я говорил, не вскрывая в челеп, не вживляя электроды, не подвергая жизни человека опасности, спокойно провести исследование. Значит, гораздо более тривиальное изображение томографа. Структурная МРТ. Вот так она выглядит. Это мозг, можно пропросить, можно что угодно. Печень, легкие, почки, желудок, фиосодержимое. Значит, какую информацию она нам дает? Она нам дает информацию по поводу количества серого и белого вещества в мозге. Она дает нам информацию по поводу относительной разницы, относительного развития разных частей мозга. Она дает нам информацию о поражениях, если они есть. То есть если у человека пустота размером с яблока, то это будет видно отлично здесь. То есть при различных поражениях там все замечательно видно. Окей. Далее. Есть функциональная МРТ, про которую тоже рассказывалось. Так как магнитный момент, гемоглобина, окси, гемоглобина, дизокси у нас разный, мы можем посмотреть, кто где дышит. То есть что в конкретно таком-то месте у нас какая-то популяция клеток потребляет больше кислорода. Соответственно, косвенно мы можем судить о метаболической активности, соответственно, об электрической активности. Мозг — это орган электрический, но он потребляет энергию в виде химических связей, в виде глюкозы, в виде кислорода. Соответственно, по разнице в проявлении кислорода по отношению к состоянию покоя мы можем судить о том, какая зона активировалась больше, чем обычно, какая меньше, чем обычно. Далее. Есть еще более красивые виды. Диффузионно-тензорное МРТ. Это способ представления волокон нервных, которые объединяют разные участки. Не функционально, а структурно в данный момент. То есть есть нейрон, есть у него тело, есть аксон. Аксон — это такая трубочка, условно говоря. И вот совокупность этих трактов с помощью специального протокола исследования в МРТ позволяет нам судить о том, как, что, с чем структурно связано. Эта область тоже достаточно бурно развивается и пытаются сейчас какие-то поведенческие вещи тоже скалилировать с развитием разных трактов. Соответственно, там даже сезофрения работает в том числе, если я не ошибаюсь. Далее. Электроэнцефалография. Я думаю, все об этом слышали, видели, кто на права сейчас задавать собирается, так они там окажутся обязательно. По указу президента в некотором смысле. Что это такое? Мозг, как я говорил, орган электрический. Соответственно, мы можем поставить несколько электродов на череп и электричество, которое прошло сквозь череп, распределилось по скальпу, мы можем зафиксировать разницу и таким образом судить именно о функциональной, о электрической функции мозга. Однако при этом, в отличие от функциональной томографии, у нас очень плохое пространственное разрешение. То есть мы можем сказать, что в такой-то момент где-то что-то происходит. В функциональной томографии наоборот. Мы можем сказать, что тут-то в какой-то момент что-то происходит. Это старый метод, исследовали через него все, что можно. Йогов, шаманов в него пихали, чего только не было. Методу скоро будет, наверное, лет сто. И на что это похоже? Фактически это и кривулечки на белом фоне, то есть это разница потенциалов. Это просто некоторые функции. Тут, на самом деле, для большего выражения, тут это ненормальная работа мозга. Это просто шум от человека, который у него челюсть сжал. Зато это видно. Есть магнитная энцефалография. Это брат-близнец. Такой, вернее, перевертыш транскраниальной стимуляции магнитной. Если мы в одном случае генерируем сильное магнитное поле и воздействуем на какой-то участок мозга, то тут наоборот. Мозг генерирует очень слабые поля, которые мы пытаемся выловить специальными, очень хитрыми устройствами. Достаточно сказать о том, что в этой бочке плавает жидкий гелий, а в нем плавает, соответственно, сверхпроводящий квантовый интерферометр. Одно название достаточно мощно звучит. Это очень крутая вещь из-за изобретения вот этой штуки. Ой, опять случилось не то, что я хотел. Контакт Джозефсона, ему была премия Нобелевская пресса Джина. То есть это сквиды, они способны зафиксировать сверхмалые магнитные поля. И самое классное, что вообще в этом месте, это дорогой очень девайс, но в Москве он есть. У нас есть в МГППУ МЭК-центры, мы можем с ним работать. Это очень здорово, это очень хорошая новость. Ну и чтобы мы это все увидели, а не увидели тиканье моих часов в другой комнате, нам нужно построить вокруг этой штуки нечто вроде железного бункера, который будет специального ми-металла. Это композиция из алюминия и железа, насколько я помню. Тут даже медные листы есть, которая защитит девайс, во-первых, от поломки, потому что внешние магнитные поля гораздо сильнее, чем наши собственные мозги генерируют. Во-вторых, для того, чтобы очистить всякие помехи, оставить все, что было в этой комнате, происходило в этой комнате, и ничто вокруг это не нарушает. Ну это не совсем так, но это ладно. Итак, пока не... Суммируя, что может нейроэкономика сделать? Это все было к нейроэкономике. У нас есть набор методов, которыми мы можем изучить как структурные, так и функциональные особенности мозга и пытаться прокоррелировать их с поведенческими какими-то вещами. То есть люди разные склонны к риску или к избеганию риска, склонны принимать решения, условно говоря, на эмоциях или склонны их просчитывать. Склонны выбирать разные типы объектов в разные моменты. И мы можем постараться как-то связать, например, объем серого вещества в какой-то части мозга с особенностями принятия решений. В принципе, это худо-бедно получается. Бывают исследования успешные, бывают неуспешные, но тем не менее они накапливаются, потихонечку мы можем идти уже к метаанализу. То есть когда мы накопили много-много-много-много-много знаний, мы можем их суммировать. Пока что вот эти все метаанализы очень аккуратно проводятся, без далеких выводов. Но надеюсь, что это скоро изменится, и мы сможем вытащить вот эту нейросеть, которая обеспечивает нас решениями, которая делает нас особенными в плане принятия решений и так далее. Опять же, как Николай говорил, у нас есть сеть покоя. Так это было. Она называется как-то Default Mode Network на английском, а в русском я ее пока не встречал. И вот многие узлы этих сетей покоя, они включены в тот список, который был раньше. То есть в список зон, которые активируются больше-меньше в момент принятия решений. Вообще говоря, достаточно интересный факт, что по активации структур мозга, которые вообще слабо связаны, условно говоря, с сознанием, можно за несколько секунд до выбора, до того, как он осознается, вообще предсказать, что человек сделает. То есть если у нас есть простой дикотомический выбор, там апельсин или яблок, человек смотрит на одно изображение или на настоящее яблоко, на другое, и разные части мозга отвечают немножко по-разному. И если у нас прилежащее ядро внезапно разрядится насчет массы дофамина, то мы можем сказать, что человек выберет скорее вот это. Потому что активация прилежащего ядра она коррелирует в том числе с удовольствием. Собственно, кокаин там работает. Вот это его область работы, прилежащая ядро. Дофаминно-аркетическая система и так далее. Нейромаркетинг. Как мы можем помочь маркетологам продать их товар? Ну вот есть у нас магазин, предмет, что-то, вот нечто программное, софтина какая-то есть. И мы используем набор методик. Это самый популярный ай-трекинг. Потом идут всякие поведенческие наработки. А то, о чем я говорил, функциональные, они встречаются реже, потому что их сложнее интерпретировать. Там очень много степеней свободы, чтобы сделать выводы быстро, конкретные, которые нужны в практике. Но тем не менее, даже по каким-то поведенческим особенностям, по движению глаз, по времени реакции и так далее, какие-то вещи, которые не замечены разработчиками условного приложения, дизайнерами пропущены. При тестировании на людях, вот в этих юзабилити-лабораториях, которые у нас есть, вот я как-то раз бывал в Mail.ru групп, которые делают приложения, они там игры тоже тестируют. На основе данных, полученных с айтрекера, они в состоянии изменить интерфейс так, чтобы вы видели, где вбить поиск, чтобы кнопки у вас не пропадали, чтобы эти кнопки были там, где вам удобно их нажимать и так далее. Они делают их крупнее или мельче, ярче или бледнее. Так, чтобы весь интерфейс сложился в нормальную, адекватную картину, где нужные кнопки яркие, где менее нужны кнопки бледные и так далее. Соответственно, чтобы… А вот чтобы поработать с какими-то более глубокими вещами, какими-то нейрофизиологическими крыльятами… Ой, про это я вообще забыл. Так вот, немножко назад. Нейромаркетологи обычно в своих лекциях… Вот эту картинку я утащил, по-моему, из TEDx какого-то события, использует так называемую триединую модель мозга. Это такое предельное упрощение, на которое есть очень много критики, но она достаточно удобная. Оно говорит нам о том, что у нас есть какой-то рептильный мозг. Вот он такой маленький, жадный, агрессивный, хочет съесть, хочет стать статусом выше, и все остальное. Он соединяет все базовые функции, инстинкты, которые обеспечат выживание каких-то простейших, ну, условно говоря, простейших, рептильный мозг. Он включает в себя всю автоматику и какой-то набор структур коры мозга. Значит, есть, условно, тут написано middle brain, но это не средний мозг, который является структурой. Это некая надстройка над этим рептильным мозгом, которая включает в себя всякие эмоциональные, эмоции как такой интегрирующий компонент всего этого. Эмоции все это собирают и дают нам возможность принять решение быстрее на основании того, нравится нам это или не нравится нам это, что бы это ни было. И последний — это новый мозг, условно говоря, человеческий мозг, который принимает сложные рациональные решения, который умеет моделировать, делать стратегические какие-то вещи. Вот эти все ребята, они не умеют мыслить стратегически, они тактики, скорее. Он может промоделировать ситуацию, он может сделать какие-то вычисления и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и при этом он наиболее долгий, то есть, условно, наиболее медленный. То есть для того, чтобы принять рациональное, сложное, взвешенное решение, нам требуется больше времени. То есть проще сделать, скликнуть, купить это или это, просто потому что нам понравилось, чем сидеть там и вычитывать все вот эти параметры этого ноутбука, например, сравнивать, лезть формы и так далее. Ну, это, конечно, может быть тоже таким своеобразным хобби. Тем не менее. Соответственно, рептильный мозг, как говорят лекторы по нейромаркетингу, рептилия всегда побеждает. То есть для того, чтобы нам обратить внимание на что-то, для того, чтобы это что-то запомнилось, нам нужно связать это с какими-то базовыми, простыми, условно говоря, потребностями. То есть это может быть убежище, защита или, наоборот, война, смерть. Это может быть ресурс какой-то, еда, деньги, что-то еще, статус. Это очень важно. Мы социальные животные, нам очень важен статус. То есть продать машину, которая говорит, это очень дорогая машина, она очень комфортная, и вы будете выглядеть в ней как бог. И это как бог, она просто может сыграть ключевую роль. Мы достаточно. Секс. То, что с ним связано. Они вместе идут. Ну, по идее. Соответственно, использование детей, каких-то сексуальных намеков в рекламе, в сайтах и так далее, оно позволяет привлечь внимание. То есть детеныш, который, если на рекламном плакате рассказывается личико ребенка, или какой-то персонаж с этими пропорциями, большая голова, маленькое тело, на него больше внимания уйдет. Особенно это актуально в рекламе для женского пола, потому что девушки, женщины более остро реагируют на детей. Соответственно, и вот почти все. Рецепт блокбастера — просто взять все то, о чем я говорил, и слепить в один комок. Там будет война, ресурсы, какой-нибудь будет статусный Дарт Вейдер, который будет ходить и всех просто давить своей мощью. Там будет обязательно какая-нибудь девушка полуголая, художественно разорванная, и в конце, в закате они будут выходить с ребеночком, главный герой. Все это нацелено на то, чтобы спровоцировать ваше внутреннее, глубокое, бессознательное, это некорректно, конечно, то, что вы не осознаете, на то, чтобы привлечь ваше внимание, удержать его, не дать ему уйти от восприятия. А импульсы, которые нацелены на какие-то тяжелые вещи, то есть фильмы такие смотрятся легко, фильмы, которые заставляют вас думать и даже сопереживать, что в принципе чуть выше, чем рептилия, но еще не рациональный мозг, условно говоря, они тяжелее смотрятся. Фильмы, которые заставляют нас, документалки всякие сложные, которые заставляют нас рационализировать, которые вообще к эмоциям не обращаются, они вообще невозможны, как и книги. То есть сборник каких-нибудь рассказов Зощенко, коротенький, и что-то посложнее, типа учебника дифуров, например, дифференциального анализа, читаются они по-разному, хотя, казалось бы, тот же текст на той же бумаге. Получается, у нас такая дружная семья. У нас есть какая-то рептилия, условно, кошечка, собачка, обезьянка, и сверху самый тоненький, как видите, человек. И они тут такие мирные, хорошие, на самом деле все не так. Они конкурируют. На человеку приходится, по большому счету, вот эту настройку верхнюю человеческую. Фактически мы, на мой взгляд, наше сознание, мы как человек, мы живем в такой нервной, эмоциональной обезьянке, с которой нам все время приходится сражаться. Обезьянке хочется поспать, а вот человеку надо на работу. И это упрощение. Я понимаю прекрасно. И так далее. И возможность найти какой-то консенсус между всеми этими ребятами, это фактически одна из необходимых задач для становления человека, для становления человека как самого себя. Просто чтобы не подчиниться никому из тех, кто был до того, и развить в себе личность, персону, как я говорил, рациональное мышление — это трудоемкая и энергоемкая задача. По большому счету, мы рациональный мозг не задействуем. Почти никогда. Если не случается что-то неожиданное. И тут мы начинаем решать проблемы. Если человеку жарко, и ваши базовые механизмы, ваша автоматика позволяют вам справиться с этим жаром или холодом, вы остаетесь на месте. Как только автоматика начинает представляться плохо, вы ищете новое место. Как только вам станет ужасно холодно, вы начнете одеваться, и все остальное уходите отсюда, делать что-то еще. Соответственно, подытоживая вот эту упрощенную модель, можно сказать, что инстинкты, половое, пищевое, агрессия, нативные функции, они обеспечиваются древними отделами коры, древними отделами мозга. Эмоции, запоминание, стация, интуиция, подсознание — это лимбика. Сознание, лимбическая система, просто в ехипеде зайдите, это такой набор структур мозга, в котором все это живет. И рациональное мышление, сознание, анализ, все остальное — такая новая кора. Соответственно, но при этом очень важно взаимодействие всех этих частей. Потому что, например, нарушения в лимбической системе могут привести к тому, что человек не сможет принять решение. Вот есть набор рациональных параметров. Человек будет ходить из пункта А в пункт Б, сначала вот нет, это возьму, условно выберу, это выберу, это будет бесконечно. Описана такая клиника, когда было нарушение в миндалине, и человек был не в состоянии связать эти вещи. Еще было очень интересно нарушение трактов. Когда тракты между зонами, отвечающими за распознавание лиц и вот этой вот миндалиной у человека нарушились, и он перестал узнавать свою жену, насколько я помню. Он узнавал ее по телефону, он узнавал ее почерк, но как только она заходила, сама живая, к нему в палату, он говорил, это подделка, она не настоящая. Потому что картинка, которую он ее видел, не ассоциировалась с эмоциями, которые он к ней испытывал. Это нарушение зрительного тракта приводило к таким вот печальным для всех последствиям. Итак, еще раз. Мы можем посмотреть на функциональные изменения по кровотоку, можем посмотреть на изменения электрических потенциалов, можем посмотреть на полиграф. Полиграф — это такой просто усилитель, к которому можно прицепить любые электроды. Коженно-гальваническая реакция, изменение проводимости кожи, сердцебиение, дыхание, какие-то мышечные движения, которые мы не сознаем, которые может почувствовать прибор, они могут фиксироваться здесь. Чтобы с полиграфом работать, нужно быть талантливым человеком в некотором смысле, иметь опыт. То есть я общался с людьми, которые работали с полиграфом, и они говорили, что научить себя пользоваться полиграфом я, наверное, не смогу. То есть тут нужен… У тебя или получится, или не получится. Это дело в человеке. Дело в том, кто сидит за аппаратом и кто анализирует данные. Такие вот дела. Айтрекинг. Собственно, вот эти маленькие очки, которые используются в том числе в исследованиях мобильных. То есть идет человек такой, и перед ним рекламный баннер. Вот он как-то его, хоп, и прошел дальше. Кто-то спрашивал по поводу того, как айтрекинг используется в маркетинге. Ну, например, кроме того, что я описал в ситуации с интерфейсом, едет человек по трассе. Едет он по трассе, быстро едет. А тут справа сверху большой баннер. На этом баннере большая красивая косуля. И написан там телефон мелкий-мелкий, и где взять, и почем. Но нам нужен баннер, который не только покажет нам объект привлекающего внимания, будь то там ребенок, который вообще никакого отношения не имеет к товару. Нам нужно, чтобы человек успел за короткий период собрать всю информацию, которую мы ему хотим дать. Мы кидаем привлекающий стимул, и вокруг него набрасываем какое-то количество важной для покупателя информации, для нас. та же ситуация там с роликами. Если мы в видеоролике должны сфокусировать внимание человека в каком-то углу, условно говоря, нам нужно следить, а это так вообще или нет. То есть если вот режиссер подумал, что человек поведет себя так, это неизвестно, как будет на самом деле. Да, и кто этим занимается вообще, нейромаркетингом? Есть десятка, два, наверное, компаний, достаточно крупных, можно найти в Гугле очень легко, которые занимаются нейромаркетингом. Именно физиологические, всякие методики используют, помимо поведенческих. Ну и в России тоже есть компания, которая нейромаркетинг занимается физиологически, это нейротренд. Мы с ними как-то взаимодействуем время от времени. И у них есть, они построили, не проявили денег, построили большую лабораторию, и они там анализируют всякие фильмы, рекламу и так далее. Вот, у них есть масса приборов, и у них даже есть хорошие специалисты, которые с этим могут справиться. В результате, вот весь этот набор тестов, весь этот набор методик, весь этот большой, сложный, дорогой, на самом деле, дорогой аппарат, приводит нас к тому, что, несмотря на всю дороговизну исследований, они могут привести к тому, что реклама нашему товару, ну, этому нашему товару не потребуется вообще. Вот вы поставили его на прилавок, и человек его заметит и купит. Просто потому, что он хорошо проработан. Просто потому, что вот эта упаковка, да, человек, по большому счету, упаковку в этом случае покупает, она незаметная, потому что она красивая, потому что она содержит то, что человек хочет потребить, то, что он, как он думает, он хочет потребить. Соответственно, кроме того, да, мы чисто с эмоциональной точки зрения, нейроэкономисты, нейромаркетологи, потихонечку-потихонечку работают в сторону понимания того, как эти функции, условно говоря, функции, связанные с принятием решений, распределены функционально, структурно в мозге. Это, в свою очередь, в перспективе позволит предсказывать различные поведенческие особенности человека, например, это позволит нам понять, как происходит принятие решений у человека в голове. То есть одно из сложнейших устройств в обозримой Вселенной это мозг, как бы то ни было, потому что количество связей, количество и варианты взаимодействия разных частей почти безграничны. Соответственно, грамотное применение всех этих методик сокращает и сдержки компании. Несмотря на то, что эти следы очень дорогие, они вылетают и экономят деньги. Но обычно этим пользуются, само собой, не какой-нибудь ИП Алимов, а серьезная компания, большая серьезная компания. Вот. Наверное, это все, да, все, что я хотел вам рассказать. Ребят, да, спасибо. Я отсюда со сцены, как и Николай, приглашаю вас к нам в лабораторию на исследование, потому что у нас есть потребность в испытуемых, как на электростимуляции, так на магнитные стимуляции, так на энцефалографию и так далее. Поэтому вот запишите контакты, вдруг захотите к нам прийти, пожалуйста, милости просим. Буду очень рад вас видеть еще раз и проведу возможность экскурсии по нашей лаборатории, такую частную. Вопросы? Сейчас. Спасибо большое за выступление. У меня будет два вопроса. Я думаю, немного займут времени. Правильно ли я понимаю, что конечная цель вообще нейроэкономики это отключить рациональное составляющее в человеке? Нет, нейроэкономика это не стремиться отключить рациональное составляющее человека. Наверное, неправильно сформулировал. То есть, когда человек приходит покупать что-то? Нейроэкономика, она изучает то, как, что с чем связано. А вот нейромаркетинг, он как-то пытается повлиять. Вы, наверное, спрашиваете про нейромаркетинг. Наверное, да. А по большому счету можно сказать, что да, в этом что-то есть. Потому что нейромаркетинг, как правило, опирается на какие-то базовые, более простые стимулы и стремится к тому, чтобы человек принимал решение на эмоциях. То есть, спокойная, расслабляющая такая обстановка хорошего заведения, она все-таки склоняет вас к принятию решения по позиции нравится-не нравится, чем высчитывание чего-то там. Ну и второй вопрос. Собственно, у вас есть такой багаж знаний. Приходя в магазин, вот вы лично, зная, что, скорее всего, направлены, значит, все условия для того, чтобы вы покупали. Вы покупаете то, что вам не нужно? Это зависит, все покупают то, что им не нужно, у меня в кармане что-то есть, что мне не нужно. Это зависит от того, что я покупаю. Ну, это зависит от любого человека. Можете прийти там за каком-нибудь кафе и съесть лишний там десерт, а вы можете с другой стороны покупать автомобиль, который стоит или ваша зарплата, или 5, или 6, или 10. И тут совершенно разные вещи будут. Уровень стресса у нас повлияет. Чем мельче покупка, тем, конечно, выше шанс, что вы ее купите. Поэтому всякая мелочевка дурацкая, она возле кассы. Вы стоите, ждете, 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 ой, купил. Спасибо. Пожалуйста. Вопрос, немного отвлеченный от лекции, вот о процессах мышления самих. Есть точка зрения, что наше подсознание, оно гораздо умнее, чем сознание, оно быстрее и так далее. То есть, вот все эти озарения, интуиции и так далее. То есть, вот разум просто задает некую цель, которая уже подсознание выполняет и выдает готовый ответ. И вот получается, что оно гораздо, ну, как я уже сказал, быстрее. То есть, можно сравнить, как человек и компьютер, только вот здесь идет наше сознательное мышление, очень медленное, но способное ставить цели. И наше подсознание как инструмент. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Я бы сказал так, что сейчас этот вопрос, в моем понимании, да, ваш вопрос, это изучается как раз. Изучается связь неосознаваемых каких-то физиологических ответов, да, с какими-то реальными принятыми решениями. Это вот вопрос свободы выбора, есть ли он на самом деле то, или мы просто работаем так, как мы работаем. То есть, вот у нас есть набор случайных переменок, которые мы не контролируем. Они обрабатываются именно так и вытекают именно в такое конкретное решение. Или у нас есть множество точек бифуркации, которые все это дают какое-то поле возможных решений. Это сейчас все обсуждается. В плане того, насколько бессознательная наша составляющая, значит, сильнее и умнее, я бы не сказал, что это умнее. Потому что люди, значит, экономика в свое время сходила из предпосылки о том, что человек у нас рациональный. Есть рациональный человек, который делает рациональные выводы, рациональный, принимает решения. На самом деле человек нерациональный. У нас есть эксперимент, в котором все очень просто. Все эти игры, они очень простые. У человека есть выход на рынок. Вот он пришел на рынок купить или продать нечто. И у него есть три варианта. Он работает, торгуется один на один с контрагентом. У него есть конкуренция, у него есть другой продавец, который конкурирует с ним. Или два покупателя конкурируют. И по идее, как только мы меняем это состояние, человек должен переключаться, должен пересчитывать моментально вероятность, самая выгодная переменная, которая даст ему максимальный выигрыш. Должно происходить нечто вот такое, лесенка. Ничего подобного. Происходит, вот мы научились что-то делать, потом, ой, что-то не пошло не так, не так, ага, вот так. Это плавная кривая. То есть скорости тут никакой нет. Ну, мне может, наверное, немного уточнить тогда стоит, что я имел в виду. Вот скажем, какие-то научные исследования, ну, вот революционные идеи, которые появляются, человек может очень долго работать и ни к чему не приходить. И в какой-то момент, ну, то есть много про это как бы истории ходит. Инсайт происходит, и он бах, раздражается. То есть это все продолжает обрабатываться где-то подсознательно, без участия осознательного. Безуслово, я с этим соглашусь. Информация, которую мы держим в фокусе нашего внимания, сознания, информация, которая реально обрабатывается в мозгу, это совершенно две разные перемены. То есть мы почти, мы осознаем очень маленькую часть той информации, которая крутится в мозге. Как я говорил, то есть сейчас я стою здесь, мне на подошве, я давлю своими ступнями на пол, это одна информация. каждая мышца, в ней есть маленькие датчики, которые говорят о том, как сильно она напряжена. То же самое все в суставах, в глазах, везде, везде, везде. Любое изменение головы приводит к рефлекторам изменения положения глаза и так далее. Это только часть. Есть еще внутренние органы, которые постоянно посылают информацию. Из этого всего мы знаем только маленький кусочек. чтобы сконцентрироваться на каком-то конкретном участке тела, требуются тренировки. То есть какие-нибудь йоги, они там под мой палец и больше ничего вокруг нет. Умеют. Иногда. Иногда нет. Но стоит сказать, что да, справедливо то, что информация, которая обрабатывается на более базовых, условно говоря, уровнях, она гораздо сильнее интегрирована. Пожог, да. Ну и еще чуть-чуть насчет скорости, то, что я говорил. Вот бывает, ну у меня, по крайней мере, довольно часто, когда человек хочет что-то сказать, то есть он буквально за секунду может, у него появляется уже в голове очень большое количество информации по этому поводу. Он может выстроить свою речь до конца, еще не осознав это. Он как бы говорит, 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 но на самом деле план этого у него построился буквально там за секунду, за доли секунды. Вот в этом плане я тоже имел в виду вот скорость и так далее. То, что подсознательно это выстроилось, и он это просто озвучивает. Но тут вопрос в том, что мы считаем подсознательным, что сознательно, то есть я бы, если вы хотите этот вопрос обсудить, то я, наверное, все-таки после вопросной сессии, потому что я чувствую, что это будет разговор, это будет не ответ на вопрос. Алексей, спасибо за лекцию. Вопрос про выбор. Вы очень много говорили про выбор, но он не о выборе продукта, а в ноябре в Соединенных Штатах значит, наверное, будут выборы президента. Используется ли это в предвыборных программах? А, это очень интересно. Если честно, я думаю, зависит от того, сколько денег у кандидата. То есть, безусловно, всякие поведенческие вещи, всякие, ну, вообще собрать людей в толпу, да, и, значит, провоцировать какие-то простейшие реакции типа агрессии, там, это можно, наверное, отнести к каким-то психологическим приемам. А именно нейрофизиологические обработка, значит, плакатов с изображением мистера Трампа, я не знаю. Даже если это есть, это, скорее всего, держится в секрете. Но я думаю, что они думали об этих вещах тоже, потому что все-таки там не глупые люди сидят. Еще вопросы? Спасибо большое за выступление. Хотел узнать, а этические пределы какие-то существуют? Ну, то есть, у нас есть законодательный предел по поводу скрытой рекламы, которая, в том числе, запретила по факту бесполезный 25-й кадр. Вот. А в самом нейромаркетинге есть какие-то этические пределы, которые там запрещают, помимо законодательства, использование каких-то символов или стимулов? Ну, вы, скорее всего, имеете нечто вроде какого-то ключевого такого стимула, который раз и все сделать так, как нам хочется. Типа 25-го кадра, который все-таки, видимо, не работает. Этические пределы, даже если они есть, при определенной выгоде они могут быть переступлены. Это как в любом случае. Пообещается огромный-огромный процент прибыли, и там этические пределы чего угодно могут резко поменяться. Однако, с точки зрения науки, любой эксперимент проходит этический комитет организации, в рамках которой он проводится. И это важно, потому что не все эксперименты проходят эту комиссию. Большинство проходит, конечно, потому что мы знаем требования. Некоторые могут не пройти. Это касается в первую очередь каких-то острых опытов над животными, конечно, потому что чтобы кого-то убить или покалечить, нужны веские основания. А в плане работы с человеком, как правило, нельзя применять без согласия, явного согласия человека шокирующие стимулы. Там снимки где расчлененка какая-то, чернуха. Не используем. Не используем какие-то провокационные стимулы, которые могут оскорбить и так далее. Без согласия. Если человек согласился, что его будет оскорблять с экрана, там 18+, все, все можно. Пожалуйста. В плане использования в жизни, если какие-то этические ограничения, я бы сказал, что сила нейромаркетинга реально преувеличена. Нейромаркетинг может сделать продукт более потребительски приятным. Я какое-то время дня два до этой лекции размышлял, как же я отношусь как человек, который в этом более-менее варится, к нейромаркетингу как потребитель меня спрашивали. Да нормально на самом деле. Я предпочитаю работать с удобным интерфейсом и с нормальной рекламой, чем с каким-то кошмаром. Я предпочитаю, чтобы вокруг меня была красивая, сложная, конкуренция. Когда будет такой рекламы много, сейчас преимущество этого нейромаркетинга, потому что у этих хватило денег, вы запоминаете сами по себе. А если такой рекламы будет много, просто у нас будет очень много хороших реклам. У нас не будет уродливых каких-то баннеров или каких-то неудобных вот этих проходов в супермаркетах или чего-то еще. Это все сменится чем-то более удобным, но, соответственно, пока что конкуренция там не супер... Ну, только конкурируют сейчас в очень большой компанию таким вот образом. Когда это дойдет до каких-то более... таких вот мелких предпринимателей, возможно, это просто улучшит нам сделать более комфортным потребление, условно говоря. Ну, ограничивайте себя, конечно. Надо аккуратно с этим. Вопрос? Последний вопрос. Как вы думаете, почему интерфейс Facebook настолько тупой и неудобный? Его рассчитывали на рептильный мозг? Честно. По поводу Facebook, вот даже без этого... Неудобство поиска по сравнению в ВКонтакте. Я этим вопросом задаюсь уже год. Я не понимаю, кто делал интерфейс для Facebook и кто делал... Ну, кто вообще... Как ему руки не выдернули? Потому что я... Даже ребенок там не разберется. То есть сделать интерфейс... Как бы... Ну, бывает, делать... Этот интерфейс понятен даже ребенку. Конечно, он понятен даже ребенку. Сделать так, чтобы бабушке был понятен этот интерфейс. А в Facebook кошмар. Там огромное количество... Там все эти правила нейромаркетинга, которые там... Не больше N объектов в поле зрения, такой-то размер и так далее. Они там все нарушены просто. То есть там... Это что-то реально странное. Такое ощущение, что как бы... Вы все равно будете им пользоваться, как бы страдаете. Вот. Но, возможно, скорее всего, они поменяют интерфейс в какой-то момент, потому что... Ну, так нельзя... Последний вопрос, да, это был... Да, давайте скажем спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ